Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, какие очередные бесчинства творят представители ТЦК и СП и как на это реагируют соответствующие органы, в частности ДБР. Вчерашнее мое видео YouTube заблокировал, ну в смысле ввел ограничения определенные и вполне по делам, потому что в этом видео были сцены насилия. Но это не просто же сцены насилия, это фактически отображение работы представителей ТЦК и СП, в котором они проявили все свои интеллектуальные, волевые, моральные и организационные качества. На этом видео было следующее. Начальник областного ТЦК и СП с помощью биты пытался объяснить подчиненному, что не очень хорошо жаловаться на его деятельность. А там военнослужащий хотел сообщить о том, что они нарушают действующее законодательство. Изюминки добавляет в эту историю то, что данное происшествие, процесс воспитательный, так сказать, снимал на видео начальник районного ТЦК. Как я сказал, все интеллектуальные и моральные качества этих людей проявлены. Естественно, когда видео попало в ДБР, начали этими людьми заниматься. И выяснилось, что когда провели обыски, у начальника районного ТЦК нашли еще и вещество, похожее на наркотики, и средства для употребления наркотиков. И на сегодняшний день в отношении и начальника областного ТЦК, и начальника РТЦК принято решение о задержании, о содержании под стражей. То есть мера пресечения уже принята. Кто из вас не видел саму эту историю, сам оригинал видео, по ссылочке вы можете сейчас перейти и посмотреть вот то, что вставлено в моем видео, да, саму эту историю. Кстати, я там смеюсь, да, и в комментариях многие мои подписчики написали, что мол, что ты смеешься, ничего смешного нет. Абсолютно с вами согласен, что ничего смешного нет в том, что один человек с помощью биты пытается донести до другого человека свою мысль. Но, друзья, помните, что смех это не всегда про веселье. Смех это еще и одна из защитных реакций нервной системы на те ужасы, с которыми она сталкивается. А потому что ситуация эта действительно ужасная. Но мы надеемся, что, соответственно, виновные люди понесут то наказание, которое предусмотрено действующим законодательством. Идем далее. Вы все помните вот эту историю, где просто силой затащили человека в автомобиль. Было у меня видео, разбирали ее. Но история получила продолжение. И на сегодняшний день появилась информация, что ДБР будет заниматься этим делом. И вот здесь вот я вообще... Ну, друзья, вот происходит определенный слом. Госорганы, те госорганы, которые, в принципе, должны были давно уже этими вопросами заниматься, они начинают сейчас этим заниматься. И будем следить за сайтом ДБР, за теми публикациями, которые они там выкладывают. И будем следить за этим делом. И посмотрим, действительно ли будет доведено до суда. И действительно ли в суде вот эти представители ТЦК и ИСП, которые абсолютно незаконно, на мой взгляд, задерживали человека. Потому что никакой информации, подтверждающей законность задержания, нет. Там руководство ТЦК и ИСП сказало, что он сам виноват, он их провоцировал, там отрицал сбройную агрессию и всячески себя там некрасиво вел. Но дело в том, что из всей их истории, да, из всего вот этого оправдания, нет ни одного слова, которое бы с точки зрения закона оправдывало действия представителей ТЦК и ИСП. Потому что даже если человек неправильно себя ведет, даже если он там как-то их провоцирует, говорит в их сторону неправильные вещи, да, ну, есть же порядок, вызывайте полицию, пусть полиция это фиксирует, пусть полиция задерживает там, составляет какие-то протоколы, там административное дело заводит, либо же уголовное дело. Но сами по себе представители ТЦК и ИСП не имеют полномочий задерживать человека. И будем надеяться, что ДБР даст им соответствующую правовую оценку, передаст это в суд, и суд уже решит вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Ну, а мы будем дальше следить за тем, как государство будет бороться, либо наоборот не будет бороться с вот этими бесчинствами со стороны некоторых представителей ТЦК и ИСП. Ну, и буду вас об этом информировать. В любом случае, на мой взгляд, вот эти новости, они носят такой позитивный характер, в том смысле, что, ну, это некое восстановление справедливости, да, то есть человек, который нарушил закон, даже если это представитель ТЦК и ИСП, должен быть привлечен к ответственности. И вот мы получаем соответствующие новостные сообщения о том, что этот процесс начался. Будем надеяться, что он завершится также справедливо, привлечением к ответственности. На этом у меня все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.